Вчера у меня на стриме было много жителей Израиля, и они говорили, что они отмечали 30 дней со дня смерти погибших 1400 человек. И зашли некоторые люди, я не буду говорить их национальности, которые слышали, они сидели на стриме, и они слышали, что это очень тяжелая дата для Израиля. Но это Второй Холокост. Дети погибли страшной смертью. Это был не прилет ракеты, это был не расстрел, это было расчленение живых людей, живых детей. Это было изнасилование души Израиля. Пришли и говорят, один человек сказал, хотя, вы знаете, я скажу, кто это, это был казах. Он сказал, вот вы детей своих воспитываете с детского садика ненавидеть арабов. И я говорю, ну вот смотрите, Алга, Казахстан, я очень бережно отношусь к Казахстану и начала делать ролики о вас. Вы понимаете, какую огромную работу я провожу перед каждым роликом? Мои ролики могут быть маленькие, там, по 18 секунд. Для того, чтобы сделать 18-секундный ролик, я могу провести 5 часов, делая ресерч, когда меня никто не отвлекает. Я сижу и смотрю ролик за роликом, Ютуб за Ютубом, читаю, в Гугле есть всё. Я читала Ломоносова в первоисточнике, я читала Радищева, путешествуя из Петербурга в Москву. Я заходила в деревню к этим людям, к Шаляпину, где они родились. Мне нужно понять истоки. Заходит казах, который может часами разговаривать про геноцид казахов, геноцид и про правдивую, великую историю Казахстана, которая ведёт очень глубоко. Вчера пришёл казах и сказал, что он не знает, кто остановал Москву, это неважно. Казах сказал, что неважно, кто основал Москву. И вот как можно вот так вот ляпать, ляпать, только потому, что он увидел какой-то ролик, не знаю, никакого года ролик, ни на каком языке это люди разговаривали, на иврите, на португальском. Он говорит такую, у него были шапочки. Я вас очень прошу, у меня все ролики проверены и перепроверены. Я никакой липовой информации не сую вам в интернет. Все мои ролики висят уже полтора года, я ничего не удаляю. Всё, как было, так и есть. Какого хрена вы приходите и говорите евреям, что происходит у них? Вы видите, идёт стрим, сидит шесть евреев. Зайдите и спросите, у вас есть дети, они ходят в садик? Говорят ли им в садике ненавидеть арабов? Вот это нужно сделать. Я не делаю ролики о Казахстане, assuming, что вы the best, думая, что вы самый лучший. Или наоборот, assuming, что вы отстающая нация, думая, что вы недалёкая нация. И вы знаете, какую ресёрч я делаю? Я общаюсь в Телеграм-канале со многими казахами в личке. Они рассказывают мне о своих дедах. Вы даже себе не представляете, сколько я о вас узнала. И потом выходит маленький ролик, который говорит правду. Вы не имеете права, пройдя через геноцид, пройдя через несправедливое отношение к вам, пройдя через репутацию, которую вам испортила Россия, говоря, что вы неграмотные, что вы необразованные, что вам создали какую-то отрасль, фабрики, а вы это не цените. Вы же через это прошли. Как же вы не понимаете, что такое репутация страны? Вы можете заходить в эфир, где сидит тысяча человек, и ляпать такую херню, что евреи воспитывают как-то так-то детей. Вы видели хоть одного террориста, еврея? Я извиняюсь, конечно, за такую мемную речь, но я не позволю никаким людям заходить, не разобравшись, не говоря на евриде, не говоря на арабском, не говоря... Не знаю, я вчера часа три, наверное, я общалась с одним очень интересным человеком из Израиля, я попробую сейчас выложить эти ролики, я понимаю, что у вас пропаганда, я знаю, что у вас какие-то стереотипы, что евреи такие, что они не заняли свою землю. Он все вчера подробно рассказывал, и я понимаю, что, может быть, вы спали, или не были на трансляции, я сейчас попробую выложить эти ролики, я могу зайти в History, и там эти ролики есть, их как-то поделить на кусочки, что вы послушали, если вам действительно интересно, не слушайте Скобееву, не слушайте, вы понимаете, что пропаганда, которая вам ляпает, что Free Palestine, послушайте, что говорят про земли, люди, которые там живут. Я хочу, чтобы вы обратились к первоисточнику.